Стипендии главы за успехи в учебе школьникам и студентам вручаются в Мытищах уже не первый год. Теперь очередь дошла и до работников культуры и искусства. Они получают заслуженные награды впервые за содействие в создании и реализации новых произведений или проектов в области литературы, музыкального, театрального, исполнительского и других видов искусства, направленных на популяризацию исторического и культурного наследия в городском округе Мытищи. Наш городской округ Мытищи, наши родные Мытищи всегда славились, отличались и назывались своего рода культурной столицей Подмосковья. Я уверена, что это было, это будет, есть и это будет всегда. Почему? Потому что в этом зале присутствуют те, кто эту культуру в нашем округе создает. Я от всей души вас благодарю за огромный, сложный, но безумно интересный труд и за то, что вы так много радости, творчества, искусства дарите нам, Мытищицам. Спасибо вам огромное. В этом году в числе номинантов шесть известных мытищенцев. Директор-историка художественного музея Мария Клычникова отмечена именной стипендия главы за выставочный проект, посвященный Евгению Кольченко. Именная стипендия, что это такое? Это не то, чем мы занимаемся непосредственно на работе. Это то, чем мы занимаемся дополнительно, помимо нашей основной деятельности. И я думаю, что все, кто сидит здесь в зале, все, кто работает в культуре, мы бы не работали, если бы это не было нашим призванием. Еще четверо стипендиатов – служители мельпомены. Фестовцы унесли с собой три награды. Филипп Ефимов за моноспектакль «Саш Баш. Вечный пост». Дмитрий Скотников за постановку спектакля «Поцелуй власти». И заслуженный артист России Дмитрий Полянский за серию детских новогодних постановок. Этот проект, я так думаю, мы его готовили пять лет. Каждый год мы выпускали премьеру для самых маленьких наших зрителей на камерной сцене. Четыре сказки выпустили, они пользуются успехом. Я очень рад, что это было замечено и оценено. Театр «Кукол огнива» представляет актриса Мария Кузнецова. В 2015-м она с благотворительным проектом для детей с ограниченными возможностями стала лауреатом губернаторской премии. А в этом году за организацию выставки к 25-летию театра удостоена стипендии главы городского округа «Мытищи». Любой желающий может прийти посмотреть, и школьники посещают некие такие театральные уроки. Я очень рада, что эта выставка оценена, и я надеюсь, что мы будем и дальше продолжать, может быть, какие-то новые экспонаты, ну и будем также приглашать учащихся, потому что действительно интересно. И, может быть, по возможности будем не только их знакомить, но и дадим попробовать им почувствовать себя в роли артиста театра «Кукол». В числе стипендиатов и худрук Центра культуры и досуга Марфина – Эдита Хлебникова. Победу ей принес проект «Танцующая планета». Юлия Федориненко, Денис Петров. Информационная программа «День». Я же смартфон. Вот такой.